Головокружение, тошнота, кровотечение, износа одолели семью Гульнары Палатовой. У неё шестеро детей. Она винит в недугах битумный завод, что по соседству. «Завод начал работать в 2015 году. И у моей дочери почти сразу начались кровотечения износа. И это постоянно. И днём, и ночью по полчаса. У второй дочери волосы выпадают. Я ждала седьмого ребёнка, беременность замерла. Соседки тоже жалуются, что дети стали болеть. И мы знаем, что это из-за завода. Ночами оттуда идёт едкий запах газа». Жаловаться на то, что битумный завод травит их жители, стали сразу, как только он открылся. Проверки выявили. Несколько нарушений. В документах и в 2018 году суд приостановил его деятельность. Руководство предприятия уверяет, что исполняет это решение. «Суд временно приостановил работу битумной установки. А то, что люди якобы болеют из-за выбросов, то по этому поводу у них нет доказательств. Сейчас у нас производится текущий ремонт». Однако Гульнара Пулатова и её соседки настаивают на том, что завод работает по ночам, даже несмотря на карантин. «На территорию завода нас, конечно же, не впустили. Представители компании утверждают, что их производство полностью простаивает. Но местные жители, чьи дома расположены в чуть больше 400 метров, отсюда убеждены, что едкий запах до сих пор доносится до них». Местные врачи признаются, что болеть местные жители в последние годы стали действительно чаще. «Часто обращаются к нам с бронхиальной астмой, хроническим абструртином болезням лёгких, часто мы обострим хроническим бронхитом. Замерзшая беременность обращается к нам с предыдущими годами. В последние годы у нас имеется учащение». В сельском Акимате обещали проверить, работает ли завод по ночам. Если информация подтвердится, обещают обратиться в правоохранительные органы. «Часто обращается к нам».